Соблюдайте дистанцию и не разжигайте огонь на природе. 92-й или 95-й? 95-й? Может, 92-й? Хочешь сэкономить на бензине? Ну да. Да. Он дешевле. Да. Только потом-то выйдет дороже. Может, проверим? В лабораторию. За твой счёт. Для большинства современных автомобилей производители рекомендуют бензин с октановым числом не менее 95-ти. Но из-за разницы в цене водители часто экономят, заливая 92-й. Как влияет октановое число на мощность и расход, мы проверим на динамометрическом стенде. Ведущие колёса автомобиля установлены на беговые барабаны. Набираем 2000 оборотов. На четвёртой передачу. И нажимаем педаль газа до упора. Датчики считывают крутящий момент и частоту вращения барабанов. По этим данным компьютер определяет мощность, передаваемую на колёса. На обычной заправке мы купили две канистры бензина. 92-го и 95-го. В пустой бак мы залили рекомендованный 95-й. И измерили максимальную мощность на колёсах. Стенд показал 155,7 лошадиных сил. Теперь определим расход топлива. Это электронное управление дросселем. На четвёртой передаче мы зафиксировали обороты двигателя и обнулили на бортовом компьютере показания текущего расхода бензина. Расход на скорость 90. 8,2 литра на сотню. Теперь давай 92-й. Из бака и топливной системы сливаем весь 95-й. И в точности повторяем эксперимент на 92-м бензине. Мощность 155,6. Всё. Всё. Стой, стой, стой. Долго держать на максимальных оборотах опасно. Почему? Если октановое число ниже, двигатель может работать с детонацией. Это процесс самопроизвольного воспламенения топлива. Маленький взрыв в цилиндре. Когда бензин горит со скоростью в 100 раз больше обычной. Если из-за детонации двигатель выйдет из строя, его ремонт гарантии не покрывается. При детонации возникают большие теплопотери в стенке. Это приведёт прежде всего к прогару прокладки, или же может прогореть поршень. А это приведёт к капитальному ремонту двигателя. В 1921 году американский химик-самоучка Томас Миджли придумал, как снизить детонацию и увеличить октановое число бензина до 60. При помощи добавки к бензину. Что за добавка, господин Миджли? Тетраэтил-свинец, господин директор. Свинец? Это слово отпугнёт покупателя. Назовём этилированный бензин. Отпугнёт покупателя? Но это же очень ядовитое вещество. Послушайте, Миджли цель оправдывает средства. Благодаря изобретению Миджли наша планета загрязнена свинцом. И только в начале 21 века в большинстве стран запретили использовать опасную присадку. В современных моторах есть датчик детонации, позволяющий мотору работать на бензине с другим октановым числом. Кликтор может перестроиться временно на работу на искооктановом топливе. Однако, вы можете работать на частичных нагрузках. Максимальные нагрузки вам запрещены. Больше не давая мотору максимальных нагрузок, мы проверяем расход 92-го бензина на скорости 90 км в час. 8,3 литра. Всего на 1,1 больше. А мощность на 1,1 меньше. Всё, всё, давай, глуши. Учитывая погрешность, разница около 1%. Да, считай, никакой. Может, бензин некачественный? Давай залюем другой. Подороже. Мы взяли бензин с фирменной заправки. На рубль дороже. Повторили весь эксперимент. На дорогом 95-м расход не изменился. Немного увеличилась мощность. На фирменном 92-м двигатель, наоборот, потерял одну лошадь. Но и расход упал на 2 десятые. Ну что, разницы почти нет. На 92-м ездить экономнее. Давай-ка посчитаем. Средний расход 8,2 литра на сотню. Пробег 20 тысяч в год. При разнице в цене бензина 1 рубль 90 копеек, за год, используя вместо 95-го 92-й бензин, можно сэкономить столько 3 тысячи рублей. А цена капитального ремонта двигателя от 50 тысяч рублей. Да, понял, понял. Если рекомендован 95-й... Вот именно. Так что не скупись. За твой счёт. Пожалуйста. 95-го. Полный бак. Чещещещещещещещеще –